Музей Христианства В Таврическом можно заглянуть не только в прошлое, но и в будущее. Президенту показали, как будет развиваться заповедник. Кроме необычной сцены у самого моря, здесь появится музей истории христианства, который планировали создать более ста лет назад. Музей Христианства Я сюда пришел для того, чтобы вам представить нового директора. Новым директором назначен отец Сергий. Вот это поворот! Согласовано и назначено кандидатурой отца Сергия. Дальше. Мы в этом направлении, я считаю, что это решение правильно, оно поддержано не только Министерством культуры. Мы в Херсонес, как вчера было сказано во время празднования, и до этого было сказано в речи Владимиру Владимировичу, он должен стать местом поклонения. Не только просто музеям, но и святым местом для всей России. Вот теперь заживем. Поэтому я вам представляю нового директора отца Сергия. И он с этого момента вступает в исполнение своих обязанностей. Все, дорогая телезрительница, я подключил вас к каналу «Удачи и успехов в торговле». Иван, у нас есть респозиция коллектива, надеюсь, вы разрешите нам ее высказать. Знаете, давайте так. Горис Васильевна, а может я треваншу отдельный вопрос? Подождите, отдельный вопрос зададите. Давайте так, Горисович. До начала. Должность директора, она невыборна. Она назначена, все направлено. Но у меня есть вопрос к губернатору. Тихо, непосредственно. Да, слушаю вас. Обратиться к губернатору, к камералу, к камералу, к вопросу. Слушаю вас. Подождите пока, давайте по одному. Да подождите вы. Я вас выслушаю. Но сначала, знаете, я стою перед вами в костюме с галстуком, а вы стоите, руки в карманах. А я стою в рабочем порядке. Вы их в карманах хотя бы вытащите, я вас выслушаю. Хорошо. А вот с нами, слушаю вас. У нас рабочая форма такая. Мы работаем на жаре. Я не сомневаюсь. А вы работаете в кабинете с кондиционером. У нас немножко разные варианты. Так вот, и как мне, человеку с двумя французскими дипломами, со степенью и прочим, подчинято. Я хорошо отношусь к концу сергию. Мы знакомы. Все нормально. Но, как мы будем работать? Нормально будете работать? Как работают в Троицко-Сенгриевской лавре? Как работают в Троицко-Сенгриевской лавре? Подождите. Как нам... Вы не переходите с разрядом светского музея в церковь. Послушайте, послушайте. Давайте не будем на меня повышать голос. Я купил время у хозяина канала, что я целый час буду выступать и говорить. Владимир Вольфович, у вас сейчас время есть еще. А портить мне эфир последний не позволю вам. Поэтому сидите и молчите. Обе. Понятно? Я не повысил пока голос. Я сказал, я попросил человека, который задает мне вопрос. Я стою в костюме и в галстуке. Что это за гадость? Я говорю о галстуке. Чем же гадость? Шикарный галстук. Поэтому это нормальное явление. Это не нормальное. Все это молчание. Слушайте. Уважаемые друзья. Уважаемые друзья. Решение принято. Решение принято. Процесс запущен. Слушаю вас. Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя, национальный заповедник Херсонес-Таврический, выражает свое глубокое непонимание и возмущение кадровой политикой руководства города Севастополя. Это античный памятник мирового уровня. А хора Херсонеса по своей сохранности вообще не имеет аналогов в мире. Херсонес – крупнейший в Крыму научный центр, в котором работает 60 научных сотрудников, обладающих одновременно уникальными знаниями в археологии, антропологии, нумизматике, реставрации и других дисциплинах. Дело кончится тем, что Херсонес из научно-просветительного центра превратится в религиозный. Коллектив заповедника настоятельно просит пересмотреть решение об увольнении Кулагина и назначение на пост директора отца Сергия Халюта. Мы уверены, что это решение было импульсивным, необдуманным, а последствия могут оказаться катастрофическими, в том числе и на международном уровне. Пока не поздно, нужно его пересмотреть. Здравый смысл должен восторжествовать. Ура! Я думаю, вам понятен коллектив. Мне все понятно, уважаемые друзья. Будем в остальном. Поэтому, поэтому, что? Кто це сказал? Передними це. Я тебе поясню. Зайдешь до меня окремо. Поясню. Будете бастовать? Будем и бастовать. Друзья, друзья, друзья. Каждый должен, каждый делает все, что он считает нужным. Надо быть очень компетентным своему. Послушайте меня. Значит, решение мной принято. Я ваше обращение. Брати Богу, мы приняли решение предыдущего объединения. Вы тоже его приняли. Все нормально. Проходили, плавали, знаем. Ну хорошо. Ну хорошо. Я еще раз говорю. Все известно, все понятно. Решение принято. На каком основании? На основании того, что я... Моих полномочий. Он имеет право местным. Я еще раз говорю. На основании моих полномочий. Я имею право принимать такие решения. Но это же незаконно. Я здесь закон! Накомите, пожалуйста, что согласовал нам вопрос? С министром культуры. Высказывание министра культуры Владимира Мединского произвело большой переполох в научном мире. В интервью калифорнийской газете «Русская жизнь» Мединский предложил, что не исчезнуть лица земли, подобно скифам и сарматам, русской нации помогала лишь лишняя хромосома, то есть 47-я. А в доказательство такой же участи народа привел несколько примеров из истории. Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в 20 веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Интернет-сообщество не на шутку взбодоражено. Блогеры считают, что Мединский занизил интеллект россиян, ведь непарное количество хромосом является признаком умственного отклонения. Я имею право и полномочия. Должен, долг, подчеркиваю. Я оцениваю своего подчиненного. Я его вчера все высказал. Имею право. Полномочия. Кто же вас устроил? А впрочем, я догадываюсь. Ну да. Швандер. Человек еще не начал работать. Не будет. Мы надеемся, что он не начнет. Думаем все наше. Не будет. Не будет. Не будет. Отмечаем. Пока что человек поглаживает крест и почесывает свою куто для него потолок. Мужчина. 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 Вам плохо? Нет. Блин, я отплатил сюда. Что случилось? Вы попали в аварию. Нет, никакой аварии. Я служил в церкви, да? Я сейчас призову любую экспертизу. Удар был сзади. Я пьяный. Может быть, вы пьяные? Нет. Я не пьяный. Вы себе имеете оружие? Ну, было. Там 3 миллиона денег. Ключи, ключи. Давайте туда. Куда вы такую сумму везли? Всегда я вообще. Сейчас служите в церкви. Завтра ты помрешь. Я не обязан отчитываться за свои действия. Обязан. Обязан. У меня есть соответствующие руководители, перед которыми я читаю. Это по народу. Вопросы. Сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста. Пока мы будем митинговать, вы митингуете. Я хочу вас ответить на вопрос. Вы митингуете, уважаемые друзья. Я говорю еще раз, замолчите и заткнитесь. Понимаете? Я веду свой эфир. Помолчите, пожалуйста. Я буду выступать сейчас. Вы что делаете сейчас? Вы мне мешаете. Я веду эфир. Я перед вами стою в отношении, которое я считаю правильным. Вот именно вы считаете. Да, я считаю. Я считаю. Вы удельны князь, чтобы принимать правильные решения. А я не удельны князь. Я действую в рамках своей полномочия. Я не сраблюсь, что полномочия. И вы не... Перестаньте повышать голос. Я скобляю. Я скобляю. И вы не повышаете. Это вы не своей головой думаете. Нет, скорее вы. Вы не забывайте. Нормально. Великая. Вообще-то испокон веков занималась наукой. В том числе. Нам надо начинать уничтожать ученых во всем мире. Пока нас не загубили до конца. Надо создавать межгосударственные структуры, международный экологический трибунал, новомеждународное законодательство, силовые структуры, которые этим будут заниматься в межгосударственном плане. И как бешеных собак их находить во всех странах мира наиболее талантливых и уничтожать на месте. Мир долгим не бывает. Мир сейчас тоже долгим. Слава Богу не будет. Это почему я говорю со слава Богу. Общество, в котором слишком много сытой и спокойной, беспроблемной, комфортной жизни, это общество, оставленное Богом. Это общество долго не живет. Вот баланс между светскостью и религиозностью в конце концов, наверное, выправит сам Бог, вмешавшись в историю и послав страдания. Страдания, которые в этом случае пойдут на пользу, потому что они позволят опомниться тем, кто слишком привык жить тихо, спокойно и комфортно. Вот здесь, вот здесь написано, видишь, видишь, написано. Вот здесь написано, вы все, вы все звероподобные, правоходящие, подохните, понимаешь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok